Обзор событий минувшей недели в республике. Начнем, как водится, с достижений. И достижений этих я отмечаю два за минувшую неделю. Первое – это то, что республика Башкортостан заняла почетное первое место в Российской Федерации по количеству уголовных дел о взятках, переданных в суд. Об этом сообщил широкой общественности никто иной, как руководитель Следственного комитета по республике Башкортостан Денис Чернятев. В том числе в суд переданы были дела чиновников Уфимской мэрии, мэрии Ульфата Мустафина, которые уже давным-давно сидят все под арестами и ждут суда. Речь идет о двух деятелях, связанных с имуществом города, которые, так или иначе, манипулируя всевозможными процессами, предоставили незаконную возможность для строительства гостиницы в Октябрьском районе. Но это только один случай. В целом ситуация, когда республика Башкортостан обгоняет по количеству взяток в чиновничьей среде, обгоняет даже 15-миллионную Москву, эта ситуация говорит о том, что что-то очень неладно в команде Хабирова, что заточена эта группировка вовсе не на созидание, а на растаскивание бюджета, но иначе объяснить, наверное, вот этот антирекорд никак нельзя. А еще республика Башкортостан заняла первое место в Российской Федерации по количеству незаконных свалок. Мониторинг дал результат и выяснилось, что всего в Российской Федерации 15 тысяч незаконных свалок. Так вот, 1822 незаконные свалки находятся на территории республики Башкортостан, при том, что республика это не самый большой регион по площади в Российской Федерации. На втором месте с очень большим отставанием 1038 незаконных свалок находится Челябинская область. Вот этот антирекорд, конечно, говорит о том, что решение о назначении господина Искандарова министром экологии было абсолютно ошибочным. Ради Фаритович, как обычно, назначил друзей, назначил верных, но не позаботился о том, чтобы назначенцы были хоть сколько-нибудь компетентны. Соответственно, вот вам результат. Рекорд по количеству незаконных свалок по республике Башкортостан. Вот мы в России первое место занимаем по взяткам и по незаконным свалкам. Вот такой краткий промежуточный итог работы команды Хабирова в Башкирии. Напоминаю о необходимости поддержки нашего канала. Ставьте лайки, это помогает продвижению в ротации Ютуба. Желающие могут помочь нашему каналу материально. Мы показываем расчетный счет в каждом выпуске и публикуем его в первом комментарии. А также обращаю ваше внимание на то, что наш телеграм-канал продолжает успешно развиваться. Предлагаю и вам к нему подключиться. Там не только материалы открытой политики, там и интересные дискуссии, какие-то события недели, которые обновляются ежедневно. Так что подключайтесь, будем вместе, не теряемся, несмотря на то, что мы теряем все больше и больше социальных сетей, социальных связей, уходим в какую-то внутреннюю изоляцию, ощущаем давление государства, но как-то пока выкручиваемся. Так что телеграм-канал для нас это некий тоже сейчас вариант общения. Подключайтесь, будем вместе. 143 архитектора республики Башкортостан в едином порыве подписали открытое письмо на имя Радия Хабирова. Я, честно говоря, поражен подобной сплоченности людей в одном цеху. Редко в последнее время можно было наблюдать вот такое единение людей по профессиональному признаку. Собственно, о чем письмо? Письмо архитекторы написали, будучи возмущенными планами властей построить на склоне у реки Белой в районе Белого дома вот эту ту самую евразийскую библиотеку. И письмо это было написано после того, как был продемонстрировал некий эскиз, который представлялась себя дичайшую смесь Колизея и Юрты. В общем, 143 разума архитектора взорвались в этот момент, и они стали писать Хабирову письмо. Требуют они проведения открытого, серьезного, настоящего, большого конкурса, который, как и положено, проводится при создании подобных проектов. Они пользуются вот этим воспаленным сознанием и эстетическими представлениями о прекрасном, какого-нибудь Сидякина, Борданова или, не дай бог, Кельсинбаева. Не знаю, услышит ли Хабиров мольбы архитекторов республики. И вообще вот этот проект по поводу Евразийской библиотеки, он, честно говоря, скорее всего не состоится ни в каком виде. И не потому, что у Хабирова вдруг воспрянет архитектурное сознание и совесть, нет, а скорее всего потому, что просто тупо в бюджете на эту затею не будет денег. Сейчас секвестируются все мыслимые и немыслимые статьи расходов в связи с событиями на Украине и с последствиями этих событий для экономики Российской Федерации. Так что уже не до евразийских библиотек, не до баловства и не до этих вот распильных проектов Сидякина. Веками золото не давало покоя людям. Башкирия не исключение, жители Башкирии тоже не исключение. Все мы люди, все мы слабые и золото будоражит наше сознание. Я говорю о золоте за Уралия, которое вот уже третий год не дает покоя Радио Хабирову и его команде. Речь идет конкретно о вице-премьере правительства республики Башкортостан Барданове, на которого в прошедшую неделю написали заявление в Следственный комитет Российской Федерации. Речь идет о том, что представитель золотодобывающей компании «Алтын-Юл» Ильдар Суюшев написал заявление Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку деятельности вице-премьера Барданова и комиссии по недропользованию, которую он там возглавляет. Суюшев предполагает, что действия этой комиссии и личного вице-премьера Барданова привели к эскалации экологического конфликта в регионе и препятствуют законным правам предпринимателей на недропользование. Ну, это предположение господина Суюшева, и Следственный комитет тут сейчас будет в этом деле разбираться. Но, судя по недавнему докладу господина Барданова в правительстве, доклад о деятельности вот этой межправительственной комиссии по недропользованию, которая шуровала в Зауралье и была призвана навести порядок золотодобычи и вообще добычи полезных ископаемых, вся эта деятельность свелась к отъему лицензии у определенных компаний и передаче этих лицензий другим компаниям. Ну, не буду давать преждевременных оценок, пускай Бастрыкин этим занимается, однако складывается впечатление, что здесь вовсе речь идет не об оптимизации процессов, а только о перекладывании из одного кармана в другой. Действительно, в Заурале не все в порядке с недропользованием. Так было всегда и давно, так было от Петра Первого. Но навести порядок в этой области должен точно не Азат Барданов, который, ну, как выяснилось и как теперь уже, наверное, понятно всем здравомыслящим людям, не способен абсолютно ни на что. Человек слабо образованный, психологически не готовый к такому объему власти, который ему достался, и по отзывам очевидцев, ведущий совершенно неправильный образ жизни и абсолютно неправильно ведущий себя с подчиненными и начальством. В общем, это очередное деструктивное назначение в кадровой сфере у Хабирова, и чем скорее он исправит эту ошибку, тем быстрее что-то будет меняться к лучшему, потому что вот люди подобные Азату Барданову, они тащат на дно, и без того плохо плавающую команду Хабирова, так что вот надо бы, пора бы об этом задуматься. Но не только на Азата Барданова написали заявление на прошедшую неделю в Следственный комитет или вообще в правоохранительные органы. Было заявление написано и на самого Хабирова. Но давайте обо всем по порядку. Помните, 21 февраля на оперативном совещании Хабиров называет определенную часть жителей Республики Башкортостан моральными недоумками. Это было связано с тем, что часть населения без должного восторга отнеслась к тому, что в Башкирию приедут беженцы из Донбасса, которые, кстати говоря, так сюда и не приехали. Вот этих вот нежелающих видеть у себя сепаратистов из Донецка и Луганска Хабиров обозвал моральными недоумками. Далеко не все отнеслись к этому оскорбительному, на мой взгляд, высказыванию. Лояльно пропустили это мимо ушей. Кое-кто обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку тому, насколько это высказывание является оскорбительным. Вообще нормальная реакция, на мой взгляд, потому что если настолько высоко поставленный чиновник с экрана телевизора, из интернета, отовсюду, и потом его цитировали много где, обзывает существенную часть населения собственной территории моральными недоумками, а очень многие на самом деле не разделяют точку зрения Хабирова и вообще всю эту историю не одобряют, ну тогда, конечно, вправе они и оскорбиться. Однако прокуратура Республики Башкортостан, которая в конечном итоге стала разбирать вот это заявление, рассмотрев это заявление и не проведя лингвистической экспертизы, что я подчеркиваю, пришла к выводу о том, что, цитирую, «Для наступления административной ответственности оскорбление должно быть направлено на конкретное лицо, а в видеозаписи, представленной на обозрение, отсутствует сведения о конкретном лице, которому адресована спорная фраза». Конец цитаты. Ну, то есть прокуратура трактует это так. Возможно, это и оскорбление, но оно не было персонифицировано. То есть, если бы Хабиров с экрана сказал, вот вы, Иван Иванович Иванов, моральный недоумок, вот тогда бы, да, Хабирову наступила бы административная ответственность за оскорбление. А так он обобщенно сказал. На мой взгляд, это исключительно философский взгляд прокуратуры Республики Башкортостан на право применения, а вовсе не юридический, потому что лингвистическая экспертиза не была проведена, а вообще-то в таких случаях она обязательно. И здесь вот чисто вот понятийный подход. Однако, у меня вопрос, что же тогда делать с оскорблениями чувств верующих? У нас вот есть вот такая вот статья, когда, ну, кто-нибудь там нелицеприятно выскажется в адрес какого-либо божества, либо верования, и его тут же тащат в кутузку и могут даже посадить, на самом деле. Не просто административку впаять за то, что он оскорбил чувство верующих. Не конкретного верующего, там, Иванова, Петрова, Сидорова, Мамедова, а именно верующих, то есть абстрактной группы лиц. Вот тут, конечно, немножко не складушка получается. Но, тем не менее, вот так вот мягонько прокуратура республики отнеслась к выходке ради Хабирова. Надеюсь, что Хабиров сделает выводы из этой ситуации и впредь не будет, как говорится, фильтровать базар. Но что-то мне подсказывает, что этого не случится. Неоднозначную реакцию вызвал перформанс Ратмира Мавлеева на прошедшей неделе, когда он поехал на работу на велосипеде. С одной стороны, что тут такого плохого? Да, конечно, идея не новая и не свежа. И многие европейские политики ездят на работу на велосипеде, и об этом много пишут в прессе. Это, конечно, пиар-ход. Иначе характеризовать эту всю историю, конечно, нельзя. Пиар-ход такой, прямо скажем, не свеженький. Ну ладно. Но меня рассмешила реакция жителей Уфы, которые много-много-много где увидели вот эту историю, как Мавлеев едет на велике на работу. И самым главным и основной реакцией у зрителей и у жителей было то, что они обратили внимание на нарушение правил дорожного движения. То есть не на то, что молодой энергичный мэр едет с гармошкой на велосипеде на работу, в отличие от своих коллег, которые едут на черных джипах. А вот именно на нарушение правил дорожного движения. В частности, все поголовно отметили, что Мавлеев не слез с велосипеда на пешеходном переходе, как это предписывает правила дорожного движения, а переехал этот пешеходный переход на велосипеде. Честно говоря, я, ну, велосипедист со стажем, даже я не знал о том, что так нужно делать. В общем-то, будем снисходительны к юному мэру Уфы. Не будем так уж вот прям строго судить. И в конце концов, перформанс с велосипедом куда круче, чем перформанс с пловом или еще какой-нибудь жрачкой, который нам регулярно являет дорогой Радий Фаридович. Власти города Уфы наконец-то ответили на запрос дольщиков госстроя. Было подано уведомление о проведении массового мероприятия, митинга в защиту прав и интересов дольщиков госстроя. Так вот, власти города отказали в проведении этого митинга, сославшись на ковидные ограничения, действующие в Республике Башкортостан. Как это может коррелироваться с недавно проведенным 30-тысячным митингом в поддержку Путина и всего того, что Путин творит на Украине, я не понимаю. Есть, конечно, такое антинаучное предположение, что выявлен феномен резистивности патриотов к вирусам. То есть, если ты патриот, то ты не заражаешься и не заражаешь вирусом себе подобных и можешь собираться в крупные сообщества до 30 тысяч человек на одном пространстве и тесно-тесно там стоять и слушать каких-нибудь певцов ртом, Юль Якшинах и прочих подобных им. А если ты не патриот, например, если ты обманутый дольщик, то, конечно, для тебя это страшная жуткая угроза и государство обязано позаботиться о тебе, не допустив митинга и прочего массового мероприятия, связанного, например, с интересами дольщиков. Но только вот подобной логикой можно объяснить и минувший вот этот вот Z-митинг, и грядущий, который на скором времени пройдет снова по России, катится волна вот этих вот Z-мероприятий, на которые опять будут собирать бюджетников и работников в МПО. В общем, логика вот такая у властей. Что здесь можно посоветовать дольщикам госстроя? Дольщикам госстроя нужно посоветовать внимательно следить за новостной повесткой. И как только Хабиров отменит ограничения, связанные с ковидом, а он их отменит обязательно к майским праздникам, по моему представлению, потому что тут и, значит, бессмертный полк, и там какой-нибудь парад, ну и, в общем, много чего случится. И опять, наверное, придется демонстрировать поддержку Владимиру Путину, потому что ее нужно, поддержку эту демонстрировать все время, все больше и больше в ней сомнений, потому, ну, скоро, наверное, эти Путинги будут ежедневными. В общем, Хабиров отменит эти ограничения. Так вот, дольщикам госстроя нужно уловить этот момент, и надо мгновенно начинать бомбардировать мэрию вот этими уведомлениями. То есть, следуя технологии, можно подавать уведомления каждый день на, там, день, который указан по закону, то есть через 10 дней после уведомления. В конечном итоге какое-то окно точно будет найдено, потому что, ну, они ищут обычно уловки какие. Вот есть такое место, отведенное для проведения массовых мероприятий. Мало кто об этом знает, об этом не любит говорить. Речь идет о площади перед дворцом спорта на Зорге. Вот это место выделено как место для проведения массовых мероприятий в городе Уфе. Так вот, оно всегда занято под ярмарку и парковку. То есть, когда туда подают уведомления, власти, как правило, отвечают, что нет там ярмарка. Ну, какого, простите черта, вы выделили сами место под массовые мероприятия и тут же заняли его ярмаркой. Все очень непросто у нас с проведением массовых мероприятий и в России, и в Башкирии в частности. Но, как говорится, ищите и обрящите. Если есть желание у дольщиков госстроя продемонстрировать свое отношение к деятельности властей и мэрии Уфы, и Белого дома в отношении их строительных объектов, то они смогут реализовать свои конституционные права. Возможно, это случится с ними в затоне. Ну, хотя бы так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!